Приветствую вас на канале Спокойные Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Итак, сегодня несколько новостей важных для Украины. Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию. Вот так-то вот, ну, многие спрашивают, а что, эта нефть еще поставлялась, что ли, туда? Ну, на самом деле, поставлялась. Поставлялась компанией российской Лукоил. Лукоил под санкциями с 2018 года, но раньше они касались там вывода капитала, ограничения торговых операций, ну, там, запрета участия в приватизации, а вот сейчас добавился запрет на транзит. И, естественно, это стало проблемой для Венгрии. Министр иностранных дел, господин Сиярто, с Лавровым сразу на телефончик сел, и они, давай решать, потому что вот южная ветка нефтепровода «Дружба» проходит через Украину. Вообще, конечно, самый главный вопрос, почему не было сделано это раньше. Ну, мне кажется, что на этот вопрос мы ответим чуть позже, но следует отметить, что, наконец-то, мы поняли, ну, точнее, руководство, что нужно заставить, не будет игры в одни ворота, не будет Венгрия постоянно шантажировать Украину тем, что мы не проголосуем за ваш путь в Европейский Союз, мы за то не проголосуем еще за что-то, будете нам, значит, выполнять все наши требования. И поэтому 11 пунктов появились, требования от Венгрии, а я напомню, там на секундочку, один из пунктов признать Закарпатья традиционно венгерским. Не территориально, а традиционно, мол, там всю жизнь всегда жили венгры, и вообще, на самом деле, никакой раздачи паспортов не было, и вот давайте-ка признавайте. Тем более, вы же, Украина, в, скажем так, уязвимом состоянии, вы же после войны будете с Россией, ну, если война закончится в ближайшее время, поэтому можем диктовать все, что угодно, то есть, не так, оно так не работает. В эту игру можно играть вдвоем, и в последнее время Украина сделала аж два интересных, на мой взгляд, политически правильных хода, сейчас еще третий будет, там транзит заканчивается в конце этого года, российского газа, который Венгрия получает. А я напомню, режим Орбана, в том числе, в большей степени держится за счет дешевых энергоресурсов, то есть, Орбан показывает, смотрите, вот там вокруг, видите, сколько платят, а я, какой молодец, я тут и с Россией договорился, дешевый газ получаю, нефть дешевую, а вот еще Россия кредит на атомную электростанцию выдала, 10 миллиардов, и мы тут построим, у нас вообще будет все дешево. То есть, с точки зрения пересчета чисто в деньги, может быть, он прав, но с точки зрения того, что ты тогда, в принципе, какое отношение ты имеешь к системе европейских ценностей, может, тебе в ШОС пора, может, тебе в ОДКБ пора, поэтому вот тут много вопросов, но Украина берет и прерывает этот транзит. Я сейчас вам напомню, по этому газопроводу «Дружба» до сих пор российскую нефть получают Венгрия, Чехия и Словакия, всего три страны, потому что Польша и Германия прекратили поставки российской нефти. Ну и, кстати, Венгрия собирается в 26-м году отказаться, собиралась отказаться, но тут, судя по всему, показали, что можно быстрее отказаться. Еще какой правильный ход был принят оппонент Орбана в Украине, Петр Мадяр, это один из главных его оппонентов, и я думаю, что в ключе налаживания отношений, в том числе и с оппозицией, а мы знаем, что в Венгрии много украинцев, мы, конечно, не лезем ни в коем случае в... Кстати, с подачи Орбана украинцам раздавались венгерские паспорта, мы же помним с вами эти кадры и помним, как гимн в Закарпатье с какого-то перепугу вместо украинского гимна венгерский пели некоторые избранники, поэтому на вот эти все... Причем Орбан же это очень эффективно использует. Он показывает, смотрите, мол, вот там проблемы создают нашим соотечественникам, никто им проблемы не создает, все венгры давно уже, кто хотел, уехали, кто из украинцев получил венгерский паспорт, они тоже уехали, но они в Венгрии не задерживаются, они как граждане Евросоюза уже с этим паспортом туда дальше следуют. Поэтому, но довольно большое количество украинцев в Венгрии осталось, поэтому у нас тут есть еще один рычаг давления, мы, конечно, еще раз подчеркну, никоим образом не вмешиваемся во внутреннюю венгерскую политику, но будет такой рычаг давления. И несмотря на вторжение Российской Федерации, Венгрия улучшила энергетические связи с Россией, это я напоминаю, несколько соглашений они подписали, увеличили поставки природного газа и Орбан выбил для себя освобождение от энергетических санкций Евросоюза. То есть он себе особенный такой статус выбил, ему можно покупать нефть, газ, все что угодно. Вопрос к Европейскому Союзу. Сейчас, кстати, очень много на ключевые позиции в Европейском Союзе, очень много про украинских политиков заходит. Я думаю, что этот вопрос в скором времени будет разрешен. Как это так? Есть персонажи, которые под прикрытием национал-ориентированной политики торгуют с тем, кто фактически заставил обороняться тот самый Европейский Союз и помогать Украине. Сейчас там несется гонка вооружений. Ну, в общем, как так? То есть фактически, торгуя с Россией, подпитывается ее ВПК и, соответственно, Россия быстрее, если есть такие планы, я думаю, что где-то там в недрах скворечника бункерного они существуют. И тем самым Россия быстрее просто нападет на страны Европейского Союза или Североатлантического Альянса, смотря куда захочет идти. Так вот, разберутся, я думаю, в ближайшее время. Но в Украине с поздним зажиганием, но нашли рычаги влияния. Я думаю, сейчас пересмотр будет этих 11 пунктов от Венгрии. Посмотрим. Значит, новость еще одна интересная. По Крыму летело и плыло. Минобороны российская сообщает, что и беспилотники воздушные, и катера безэкипажные, все было уничтожено, все сбито, как всегда. Но фотографии пожаров с места событий, как говорится, наш корреспондент сообщает. Я сейчас вам расскажу, куда летело, куда прилетело. Вы пока подпишитесь на этот канал, если вдруг вы этого еще не сделали, если вдруг вы здесь впервые. И продолжим. Итак, между Евпаторией и Черноморским находится озеро Донузлав. Раньше оно было закрыто от Черного моря, потом был прорыт на косе такой канал с фарватером, и Донузлав стал соединяться с Черным морем. Там была во время Советского Союза софт-секретная военная база, там и ныряльщики, и кого там только не было, военные ныряльщики. Ну, в общем, там была серьезная военная база. Потом там стала просто военная база. И после аннексии Крыма, после аннексии Крыма, когда россияне захватывали Крым, особое внимание, понятно, было к кораблям, флоту, значит, как они захватывали корабли украинского Черноморского флота, которые стояли там, в этой бухте. Здесь нужно представить, ну, или на карту взглянуть, что Донузлав, это вот такая прям прекраснейшая бухта, одна из лучших, извилистая, идет в глубину, и она одна из самых, ну, вот, скажем, защищенных. Мне кажется, даже лучше, чем Балаклавская, лучше, чем Севастопольская. Ну, и глубже. Так вот, россияне, чтобы захватить корабли, которые стояли там, в Донузлаве, они, как всегда, затопили в фарватере, ну, они любят топить корабли, чтобы что-то куда-то не пошло. Как в Севастополе, например, великие флотоводцы делали в свое время, так и здесь. Затопили несколько кораблей своих, взорвали в фарватере, и заблокировали часть кораблей флота. Ну, и украинцы, соответственно, и там сами взорвали свои корабли. В общем, вот такая вот грустная история этого Донузлава, и туда прилетала и приплывала. Прилетали дроны, и приплывали безэкипажные катера. Также безэкипажные катера приплыли в Севастополь, лупили по ним прямо с берега. Есть кадры, не буду из-за авторского права, потому что с Ютуба может прилететь за такую штуку. Ну, в общем, есть кадры, как в такой полутьме расстреливают один безэкипажный катер. Это я к чему? Что он подплыл прямо непосредственно уже в Севастополь приплыл, и там заметили его и начали отстреливаться. А вот взрывы в районе озера Донузлав, там российские катерки, там российская военная база, в районе устричной фермы, я просто там был несколько раз, в районе устричной фермы там несколько мощных взрывов. И в районе, это как раз Новоозерное поселок, там есть хорошие причалы, и там россияне свои катерки держат. Ну, в общем, ждем сейчас информацию по повреждениям, но местные в чатах написали, что чуть окна не повыносило, то есть что-то серьезное было. Плюс в районе Мирного, Мирный, там есть такое-то на, если смотреть на карту, чуть правее от входа в как раз этот фарватер. Там тоже были взрывы, но, в общем, не сильно повезло россиянам. Конечно же, все всегда сбили. И в конце оказывается, вот это я вам точно говорю, в конце оказывается, что все сбито, но обломки падают настолько точно, что вызывают какие-то детонации и возгорания. Это украинские дроны, они имеют такую особенность, что у них обломки лучше, чем сам дрон, просто уничтожают военные объекты. Ну и, как я не могу не сказать про такое событие сегодня, друзья, от создателей, как говорится, жеста доброй воли, перегруппировки на более выгодные позиции, принятие сложных решений. Так вот, от создателей вот этого всего, новое заявление. Губернатор Гладков, это белгородский губернатор, в связи с крайне сложной оперативной ситуацией, это я цитирую, ограничивает въезд в 14 населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной. Туда запрещен въезд общественного транспорта, такси, там специальный пропуск, печать, только на бронированных машинах в сопровождении. Ну, короче, вот так вот. Вдоль границы с Украиной. И тут многие обратили внимание, то есть получается, помните, Путин вещал про санитарную зону какую-то, так он, получается, уже ее начал создавать, только вглубь своей территории. Так с этого нужно было и начинать, уничтожить там, изничтожить, а можно было и не уничтожать, просто отселить людей, да и все, в 20-километровой зоне от границы, и все, и какие проблемы, и вообще главное, зачем ты к нам сюда, в Украину полез? Не пришлось бы никого отселять, не пришлось бы придумывать, что сбито, что не сбито, не пришлось бы рассказывать, как в Новороссийск, в Туапсе, в Подмосковье, да по всей уже скоро России летят дроны, а Украина же их модернизирует, а Украина же развивает линейку этих дронов. И, как говорится, все выше и выше, и дальше, и мощнее будут лететь эти дроны. И не пришлось бы придумывать, почему у тебя света нет. Путин недавно заявил, что это, оказывается, криптомайнеры, те, кто майнят криптовалюту, виноваты в перебоях с электричеством, а не то, что там в несколько энергетических объектов попало, плюс энергоблок Ростовской АЭС вышел из строя. Не пришлось бы этого всего придумывать. Ну, кому я это все говорю? В общем, вот такая 20-километровая зона. Все детские сады в зоне 20 километров от границы закрыты. Причина в участившихся обстрелах. Мера коснется около 50 тысяч человек и продлится минимум до конца недели. Я думаю, дальше будут продлевать. Как говорится, продлевать будете? Будут, потому что спонсор продления вооруженной силы Украины и пополнения запасов артиллерийских снарядов. Получается, что пошло отселение. Ну, ничего, Россия, она огромная, Россия, она большая. Только зачем тогда тебе кусок земли чужой? Принципиально, вот зачем? Ну, представьте себе, даже если Путин сказал, мои условия, вот как он недавно сказал, четыре области и Крым. Выводите войска, и мы сразу же готовы садиться за стол переговоров, сразу же там что-то, что-то, что-то. Ну, 20% ты от Украины хочешь забрать. Ну, по факту территории. Вы можете представить 20% территории Украины, сколько это в масштабах всей России? То есть это вообще, если масштаб подогнать под экран и покрасить вот эту часть, которую Путин хочет себе забрать, вы ее просто даже не заметите. Понимаете, зачем? Но война, охватившая всю Россию, загнавшая ее в изоляцию, россиян, сделавшая изгоями, бизнес российский, ну и так далее. Там зарабатывают сейчас в основном те, кто на войне хорошо зарабатывает. Ну и, понятно, и путинское руководство. Вот это все, оно стоило просто четырех украинских областей или чего? И унижение общемирового на долгие-долгие десятилетия. Сколько бы ни рассказывали про 50 стран, НАТО, вам все помогают оружием, еще чем-то. Правильно, потому что маленькая Украина, маленькая Украина, маленькая, но гордая, смелая и сильная Украина, даже с сотой частью НАТОвского оружия сдерживает Путина. А Путин со своей армадой, арматами, цирконами, кинжалами, со всем чем угодно катается за снарядами в Северную Корею, за ракетами в Северную Корею, за баллистикой в Иран, за шахедами в Иран, за товарами двойного назначения в Китай, везде на поклон, стоило оно того или нет. Многие россияне все жестче выражают свои претензии к войне в Украине и не понимают, ради чего она ведется, но пока не готовы признать ее ошибочность. Об этом свидетельствуют данные этнографического исследования, проведенного лабораторией публичной социологии PS Lab, которая изучила верстка. Его авторы описывают отношения к войне россиян самыми разными взглядами. Группу людей, которые поддерживают войну, оправдывают ее или отстраняются от ее оценки, исследователи называют непротивниками. Большинство из них – те, кто оправдывает войну, но не является при этом ее убежденными сторонниками. Как выяснили PS Lab, непротивники, особенно аполитичные, стали больше критиковать войну и при этом больше чувствовать свою принадлежность к стране и государству, ведущему ее. PS Lab полагают, что в России пока не сложились условия для перехода к политическому протесту, а опрошенные верстки политологи уверены, что до окончания войны переход с кухонной на публичную критику маловероятен. Кто такие не противники войны с Украиной? От любой войны нет толку. Люди потом побираться начинают, у них нет руки, нет ноги. Есть толк тем, кто сидит выше. Война – это бабосы, отмывка денег. Вот и все. Как это, за что мы воюем? Но изначально же был разговор, что американцы должны были типа занять территорию Украины, поставить там свои ракеты. Это цитата одного и того же человека. Исследователи PS Lab называют его Витей. Он работник автосервиса в небольшом городе в Свердловской области. Витя – типичный не противник войны. У большинства настроенных таким образом россиян, если исключить из их числа убежденных сторонников вторжения, очень серьезные и конкретные претензии к нему. Но они не готовы признать, что нападение России на Украину было ошибкой. Исследователи смогли определить главные черты непротивников войны. Главная их общая характеристика – отстраненность от политики и власти. Такие люди при попытке заговорить с ними о политике блокировали обсуждение с помощью фраз вроде «Давайте закроем тему насчет этой политики, мне хватает в телевизоре». Мы простые люди, мы мало что понимаем. Политика – это что-то такое государственное большое, в чем я не разбираюсь. Многие из непротивников воспринимают власть как чужую, живущую отдельно от остального населения страны, социальную группу. Там у них свое общество наверху, и они сами там решают, управляют, говорит одна из участниц фокус-группы в Самаре. При этом нельзя сказать, что деятельность властей граждан совсем не интересует. Но возможность повлиять на нее непротивники не верят. В том числе и из-за этого у них сложилось специфическое медиапотребление. Непротивников гораздо больше интересуют локальные новости, чем сообщения с фронта или из Кремля. Вторая общая черта – наличие серьезных и конкретных претензий к власти в связи с войной, которые не противники выражают порой предельно жестко. К примеру, они недовольны плохим обеспечением военных, особенно тем, что людям на фронте приходится за свой счет покупать омундирование. Еще одна претензия связана с тем, что в боевых действиях не участвуют представители элиты. «Если забираете у нас мужчин, мы ожидаем, что в обмен на вашу лояльность вы позаботитесь об их безопасности и нашем благополучии», – рассуждают многие наши собеседники, – пишут авторы исследования. Вопросы к власти непротивники формируют под влиянием личного опыта и общения со знакомыми, бывшими в зоне боевых действий. В беседах с этнографами они прямо ссылались на боевавших близких, которые рассказали им, что по телевизору все врут. Набор претензий не противников власти очень похож на то, за что ее критикуют зэдблогеры. Но это вовсе не значит, что они, зэдблогеры, нашли путь к умам самой широкой аудитории. Это вряд ли возможно. Ведь в их картине мира, если ты поддерживаешь войну, то должен воевать, быть максимально вовлечен, чего нельзя сказать об описываемой социальной группе. Но можно понять, что за счет личных контактов с людьми на войне, то, что сейчас обсуждают зэдблогеры, будут обсуждаться многими гражданскими людьми внутри страны через полгода-год, заявил версткий следователь зэдпропаганды, писатель Иван Филиппов. Наконец, третий признак, объединяющий не противников, это патриотизм. Критика войны, как ее оправдание, ведутся чаще всего именно с патриотических позиций. Образ мыслей такой. Война вредит России, но она и защищает ее. Не в рамках имперской концепции, которую пытается насаждать Кремль. Она не противниками не воспринимается. Речь идет о национальном патриотизме и восприятии России как национального государства, которое конфликтует с другими национальными государствами. «Украина ими воспринимается не как тоже Россия, а украинцы не как тоже русские, а как другая нация», объяснил Верстке с автор исследования социолог Олег Журавлев. Его слова подтверждаются цитатами самих информантов. «Прямо до глубины патриотичные стали. Даже у нас, например, в школе поднятие флага каждый понедельник бывает. Гимн стоят, поют. Я за мимикой все смотрю. У них прямо все серьезно, так сказала информанка из Бурятии. О патриотизме говорит и жительница Краснодара. Для меня Россия – это Россия, а Украина – у меня там родственники, которые, когда еще даже военная операция не началась, они уже нас ненавидели». К патриотизму добавляется и запрос на общую солидаризацию российского общества на фоне войны, которую отмечают исследователи. «Надо понимать, что не может быть мира, впереди победы. Мир может быть следствием победы», заявила одна из исследовательниц, уральский священник, отец Алексей. «Важно понимать, что пока есть запрос на солидаризацию, никакого массового плотного комьюнити еще не существует», уточняет с автор исследования Олег Журавлев. Долю непротивников в российском обществе, если исключить из нее активных сторонников войны, точно оценить непросто. Авторы исследования приводят сразу несколько цифр, на которые стоит обратить внимание, говоря о непротивниках. К примеру, в марте 2024 года, по данным Левада Центра, 49% респондентов назвали причиной для остановки войны человеческие жертвы с обеих сторон. Два других показателя – это количество людей, уклоняющихся от оценки войны. Рост 28 до 36 в течение 2023 года, по информации проекта Хроники и Экстримскан. И доля декларативных сторонников войны – 53% в течение 2023 года, по данным Хроник и Экстримскан. Исследователи также указали верстки на данные Russian Field за начало июня, согласно которым 78% респондентов поддержали бы Владимира Путина, если бы он принял решение немедленно остановить спецоперацию. Судя по данным исследований, не противники войны готовы ее критиковать, пока им не задают вопрос о том, нужна ли она и не стоит ли ее прекратить. В этом случае информанты тут же начинали оправдывать войну, так же агрессивно, как до того ее критиковали. Этнографы в разговоре с респондентами зафиксировали почти карикатурные обоснования боевых действий. Вот эти вот США, они долбят мирных жителей, они просто убивают мирных жителей и валят все на Россию. А при всем при этом, это неправда, ответила информантка Люда из Свердловской области на прямой вопрос, стоит ли немедленно вывести российские войска из Украины. Незадолго до этого она также эмоционально сетовала на то, что воевать соседние государства отправляют детей, и что она не понимает, что они, власти РФ, хотят от всего этого. Схожие ситуации встречаются и в беседах с еще несколькими респондентами. В PS Lab это объясняют тем, что не противники, несмотря на ощущение отчужденности от власти, солидаризируются с ней и страной. Иными словами, оправдывая войну, многие ее не противники на самом деле оправдывают не политические цели спецоперации, а самих себя, отмечается в исследовании. Автор исследования Журавлев в беседе с Уверской подтвердил эти выводы и обосновал их длительными и многочисленными наблюдениями за реакциями респондентов. В материалах исследования приводится несколько примеров того, как информанты оправдывали себя через оправдание поведения государства. Например, один из респондентов, отец Валентины, ответил исследовательнице на ее вопрос о бомбежках Харькова, что мы в этом не виноваты, а виноват дьявол, развязавший войну. Мы неубиваем им мирных жителей, добавил он. Ответить, что можно считать победой в войне, кроме абстрактного, всю Украину займем, ни противники не могут. Также они часто прямо говорят, что не понимают, ради чего ведутся боевые действия. Большинство из них после вторжения России в Украину считают свое будущее неопределенным, в отличие от сторонников войны, и жалуются на невозможность строить какие-либо определенные планы. Некоторые прямо говорят, что больше чем на месяц свою жизнь не планируют, другие, что раньше пытались это делать, но с началом войны перестали. Сейчас такая неопределенность, сейчас в нашей стране что-то планировать страшно, невозможно, говорит женщина-врач Зулан-Удэ. Запрос на солидаризацию общества может мешать появлению альтернативной политической повестки среди непротивников. Авторы исследования сомневаются, что это возможно даже после окончания войны. Очень важно понимать, что альтернативная повестка после войны это одно, а переосмысление ответственности за войну совершенно другое. И далеко не факт, что одно приведет к другому. Если война заканчивается на приемлемых для России условиях, которые можно представить победой и успешной защитой, то парадоксально заложенные войной софт-патриотизм и экономические достижения могут быть развиты и способствовать тому, что люди не будут особо ничего переосмыслять, полагает Журавлев. Если же война растянется еще на долгие годы, то в обществе рано или поздно произойдет перенапряжение из-за большого числа смертей. Но это, по мнению эксперта, может сработать против власти только после окончания войны, если не будет какого-то суперкризиса. Политизацию кухонной критики считает маловероятный политолог Константин Калачев. Мнение о том, что мы не можем проиграть, оно общераспространенное. Не противники начнут переосмыслять происходящее только тогда, когда все закончится. То есть сперва мы не проиграли и уж потом, а что это вообще было? Такая реакция россиян связана с тем, что у российского общества большие амбиции и низкая самооценка, считает политолог. Люди с низкой самооценкой чаще других отказываются признавать свои ошибки. Для них признание чужой правоты или того, что у каждого может быть своя правда, подобно унижению, отметил он. Потому для переосмысления надо сперва выйти из ситуации обсуждения ошибок, дойти до ситуации обсуждения результата. Другой политолог, решивший остаться анонимным, согласился с тем, что у российского общества есть одно общее желание не проиграть. Но бойтесь сбывшихся желаний. Они ведут к разочарованиям, поэтому, как не страшно звучит, в интересах российской власти продолжать войну или то, что можно выдавать гражданам за ее продолжение, как можно дольше, резюмировал он. В целом, из этого исследования понятно вообще, как эти люди существуют. То есть, они существуют в таком двоемыслии. С одной стороны, война им не нравится и бьет по ним самим, бьет по их родным и близким, бьет по их знакомым, которые навсегда лишаются жизни. С другой стороны, они, во-первых, не видят возможности как-либо повлиять на власть. А во-вторых, из-за причисления себя к этой войне, что воюем мы, они не хотят ни проигрыша, ни брать на себя ответственность за происходящее. Это довольно важно понимать. Может ли это трансформироваться в бунт и сопротивление? В целом, сказать сложно. Как правило, бунт и сопротивление это история не про возмутившихся гражданских, это история про взбунтовавшихся военных. Поэтому я в любом случае от российского общества больших изменений в этом не жду. Более того, как я уже сказал, даже якобы умнейшие, интеллигентнейшие моральные камертоны, некоторые даже с премиями мира, нобелевскими, они ведут себя как абсолютно рессентиментная часть этого общества, которая все так же помогает и путинской пропаганде, и все так же пытается делать вид, что не все так однозначно и подмахивает буквально геноцида Украины. И в этом смысле надеются, что если уж вот эти вот мерила вообще всего в этом мире, вот эти вот праведники бога, я не знаю, кем они там себя считают еще, вот если даже в их головах разумное не сеется, то чего уж говорить о большом и закомплексованном обществе. Тем не менее, важно, что я бы хотел подчеркнуть, что вот этот вот запас прочности по тому, чтобы принимать эту войну, он тоже, мне кажется, если не на исходе, то как минимум заканчивается, потому что ведь, ну, бунт это не единственный вариант развития событий, куда более опасным для российской власти в моменте будет отказ от поддержки, ну как, самостоятельно, то есть отказ от того, чтобы быть частью армии, то есть не идти туда никаким образом не поддерживать российские власти в происходящем, то есть не обязательно оппонировать, просто саботировать, такая большая итальянская забастовка на всю страну, и вот это для российской власти может быть гораздо хуже, если все люди просто отвернутся, и зэд-каналы, надо сказать, и зэд-общественность довольно часто на это жалуются, уже упомянутый Иван Филиппов, идущий канал на Западном фронте без перемен, одна из его любимых тем, это как раз как зэд-каналы говорят, что народ не тот попался, прикиньте, то есть и всему миру народ не тот попался, те, кто говорят, что россияне, что вы не свергаете Владимира Путина, и самые российские военные говорят, и военкоры, что типа, блин, опять народ не тот попался, никто войну не поддерживает, довольно иронично. С первых дней войны зэд-каналы жалуются на то, что российское общество недостаточно включилось в поддержку армии, ведущей боевые действия в Украине, пишет Иван Филиппов в своей колонке для холода. Пока Путин рассказывает о том, что страна сплотилась во имя победы, они пишут о том, что стране на самом деле на войну наплевать. И на воюющих солдат тоже. Сама тема для зэд-пространства не новая, но последние две недели писал он не так давно таких текстов о неправильном народе, о народе зажравшимся и равнодушном стало появляться все больше и больше. Зэд-авторы очень недовольны российским обществом. Нет, конечно, они так прямо не говорят. Они пишут про пиццов, которые во время войны смеют ехать отдыхать. Обвиняют средний класс менеджеров и мелких предпринимателей, СММщиков, промоутеров, айтишников в том, что они отмахиваются от новостей из зоны СВО, потому что от них аппетит и настроение портятся. Последние два года я регулярно об этом пишу, говорит Ваня, и не врет. Он реально регулярно об этом пишет. Если бы я брал еще Ванины зарисовки вот сбор Z-постов на тему того, что народ не тот, у меня бы еще одна постоянная рубрика была на канале. Так вот, последние два года я регулярно об этом пишу, говорю в интервью или выступлениях, чтобы понять, насколько непопулярна война и насколько маргинальна ее партия. Надо читать не Холод или Нью-Йорк Таймс, а Z-каналы, которые пишут об этом с завидной регулярностью. Не напрямую, но, например, описывая нерешаемые проблемы в армии и бесконечный недостаток самых разнообразных вещей. Простая логика Z-авторов. Раз волонтеры обеспечивают российскую армию большинством необходимого от обмундирования и бронежилетов до транспорта и дронов, а в войсках всего как не хватало, так и не хватает, значит поддерживает волонтерскую деятельность очень малый процент наших сограждан. Сами Z-авторы это давно понимали. Новый же всплеск текстов про неправильный народ говорит, мне кажется, пишет Ваня о другом, о том, что воюющие, помогающие фронту россияне начинают понимать, ничего не изменится. За почти три года полномасштабной войны общество не мобилизовалось и скорее всего не мобилизуется. Потому что войны оно категорически не хочет и это вызывает в провоенных каналах понятную ярость и понятную тревогу за будущее. Одно дело быть ветераном народной войны, а другое услышать свой адрес так знакомое многим мы вас туда не посылали. Самый острый такой текст на неделе опубликовал в своем канале Рамзай, это на прошлой неделе была, заместитель главного редактора газеты «Завтра», постоянный член изборского клуба и военный эксперт Владислав Шурыгин. Хотел сказать несколько слов о нашем враге, пишет он в своем посте. Не о США, не о НАТО и даже не о ВСУ. Я о другом враге, о глухом и безразличном ко всему чиновнике, которому глубоко плевать на все, кроме собственного кармана, собственного кресла и воли вышестоящего начальника, от которого зависит его благополучие. О заплывающем жиром обывателе, которому всем своим пылом служит государство, обеспечив ему комфортную жизнь с возможностью вывести свой семейный прайд в Турцию и пообсуждать под пальмами Мармариса, что в Италии это было лучше, но вот СВО. Главная тема их разговоров, когда же там замирение будет. Шурыгин, пишет Ваня, один из самых лояльных власти авторов, которые никак нельзя отнести к называемым презрительно-всепропальщиками условно Игорь Стрелков и его товарища типа полковника Виктора Алкснеса. Если уж и пытаться как-то классифицировать канал Рамзай, то он значительно ближе к позиции охранителя, то есть к официальной пропаганде, у которой все идет по плану. Вот именно Шурыгин пишет о том, что главный враг российской армии это заплывший жиром гражданин России и российский же чиновник. Пост Шурыгина моментально разошелся по Z-пространству, его перепостили десятки каналов. Но что самое любопытное, об этом посте написал и депутат Андрей Гурулев, ну тот алкаш, помните? Прочитайте, я со многими вещами согласен. Написано жестко, но откровенно. А ведь тексты Шурыгина довольно подробное перечисление всех главных тем в Z-пространство. Избыточные потери, командиры которой гонят как скот солдат на штурмы ради наград и повышений. Тотальная нехватка всего и главное постоянное вранье. Все это перечисляет автор в своем уже нашумевшем тексте. Два с половиной года идет война, пишет он, а на фронте до сих пор вранье и показуха цветут как опиумный мак в таджикском огороде. На текст Шурыгина ответила корреспондент Аиф Екатерина Ларина, ведущая свой небольшой Z-канал под названием «Позывной Августа». Канал Шурыгина этот ответ тоже репостнул. Ни про какую консолидацию общества спустя больше двух лет после начала войны речь вообще не идет. По ТВ и радио по-прежнему львиную долю эфирных сеток занимают развлекательные программы. А знаете почему? Потому что people have it, потому что рейтинги, а значит это эфирное непотребство приносит бабки, потому что какому-то отвечающему за внутреннюю политику так же до происходящего, как этому people. И это главная мысль, объединяющая всех упомянутых в колонке Z-авторов их мечта покончить с мирной и комфортной жизнью сограждан, чтобы вся страна жила войной, привела маскировочные сети, стояла в очередях военкомата, не развлекалась, не отдыхала, не работала на мирных работах, а жертвовала всем ради победы. Москвичи поехали на курорты, на заправках не заправятся, а говорят, пехоте не комплект личного состава. Тут на каждой заправке батальон можно найти. Кто сегодня едет по М4 на курорт и все, не важно, откуда они родом, пишет автор канала Но Пасаран, волонтер, занимающийся доставкой на фронт комплексов динамической защиты для танков. Если аккуратный автор Рамзай все-таки в своем эмоциональном тексте пишет о неком абстрактном чиновнике, то автор канала Окопная грязь по сути обвиняет в сложившейся положении дела руководства страны, хотя имя он уже не называет. У нас сделали ставку на то, чтобы воевать с минимальными рисками для стабильности общества. Правда, для этого придется взвалить всю мошу войны на пускай небольшое, но абсолютно закрепощенное количество своих граждан. Ничего, потерпят солдатики. Солдатики терпят. Солдатиков остается с каждым месяцем меньше. Зедхудожник Дасбаста Дроу в комментюре первое заседание суда по делу об осквернении стихийного мемориала ветеранам СВО на Варварке пишет «Может быть для кого-то это и новость, но враг давно уже не находится по ту сторону линии фронта, он уже рядом». Кривя губы провожает презрительными взглядами буквы «З» на шевронных машинах, демонстративно отворачивается, заведя военную форму в общественных местах, проявляет свою антивоенную позицию. «Большинству как было, так и есть», резюмирует автор канала Росгвардеец. Для них война очень далеко, прям очень, их не тревожит завтрашний день, он у них все равно наступит в своем мерке. Говорят, так виновата, мол, я не очень интересуюсь темой войны, да и вообще все по кайфу. Я же в конце видео сделаю еще один вывод. То, что российское общество апатично, то, что оно не пассионарно в противодействии этой войны, которая уничтожает само это общество, это безусловно минус. Но также это и плюс. Эти люди не встанут под знамена, не пойдут мощно воевать. Вот часто задается вопрос, а что же там с мобилизацией, где же новая мобилизация? Задают его в основном зетники, но иногда иронизирующие над громкими заголовками типа антивоенные россияне. Но на самом деле вот твой мой ответ, где мобилизация. Кого мобилизовать? Вот этих людей? Людей, которые не понимают, ради чего идет война? Людей, которые отворачиваются, когда видят зе-шевроны? Война не стала мейнстримной темой в России. Люди не бегут сломя голову помогать военнослужащим. Это совершенно не похоже на то, что происходит в Украине. Да, в Украине тоже есть люди, которые пытаются делать вид, что войны не существует. Но там почти, не знаю, вся медийка, она вся поддерживает украинских военнослужащих. Люди там понимают, что речь для них идет об отечественной войне, о войне, в которой буквально определяется существование Украины, о войне, в которой должен помогать каждый. В России этого нет и нет справедливо, потому что война, которая ведет Россия, никому не нужна. Ни россиянам, ни украинцам, никому-либо в этом мире. Россия в этой войне просто уничтожает Украину. И понятно, что уничтожают Украину не какие-то, вот как это может сложиться впечатление, что все россияне вообще им до войны нет дела, но при этом кто-то же уничтожает Украину, кто-то же с автоматами идет, кто-то же запускает ракеты, поэтому это безусловно часть России, российского общества. И поэтому российскому предстоит еще долгая дорога, если она вообще сохранится, долгая дорога осознания того, что произошло и как не допустить этого вновь. Повторяю, никогда больше россияне позволили напрямую прийти к тому, что теперь Россия это не тот, кто борется с агрессором, а Россия тот, кто и есть агрессор. Конечно, во время войны с Второй мировой Россия тоже была агрессором поначалу, потом переметнулась, когда Германия на нее напала, но тем не менее нарратив, который после этого создавался все это время, был в том, что вот мы не допустим больше фашизма и предполагалось, что как бы сама Россия не допустит, чтобы где-то появился фашизм, но проморгало, что фашизм появился в ней самой. И людям, всем этим людям предстоит еще долгий и долгий путь, осознание, как стало возможным, чтобы они допустили уничтожение, попытку уничтожения соседней страны и убийства там огромного количества людей. Тем не менее, факт остается фактом. Эта война все более и более непопулярна в самой России. Граждане России все больше и больше готовы на то, чтобы эта война прекратилась. Они не хотят формального поражения, но они хотят, чтобы больше этих военных действий не было. А это значит, что у российской власти не все под контролем. Ни экономика, ни армия, ни общество. Люди же, они на всей планете одинаковые, никто не хочет жить в тоталитарном государстве, где ты не вздохнуть, не пернуть и где на твоих руках кровь людей из соседней страны. Поэтому, конечно, рисков для российской власти появляется все больше. Но возможностей все меньше, потому что общество, которое не хочет мобилизовываться во всех смыслах, не будет мобилизовано и весьма конкретно. Поэтому для российской власти чем дольше идет эта война, тем больше будет угроз. В конце концов, Российская империя так уже попробовала во время Первой мировой. Чем закончилось, думаю, объяснять не надо. А с вами был Майкл Наки, такое вот довольно необычное, на мой взгляд, интересное видео на тему, которая важна для понимания происходящих процессов и для того, чтобы понять, насколько возможны те или иные сценарии. В любом случае, я желаю, чтобы единственный сценарий был впереди, а именно, чтобы Украина победила и установился справедливый, долгосрочный мир, а не передышка на год, после которой будет еще более жестокая мясорубка. Но неважно, какой сценарий я бы хотел, и даже неважно, не надо задаваться вопросом, что будет дальше, подветить на него мы все равно не можем, надо задаваться вопросом, что мы можем сделать для того, чтобы тот вариант будущего, который нам кажется справедливым, был как можно ближе. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Продолжение следует...